приветище это гидронир и сегодня у нас праздник дело в том что мы будем покупать новую технику для копания и как верно подметили в комментариях здесь на стендах написано что вообще эта техника делает и как ей работать так что сперва идем изучать стенды а потом покупать технику а то начали покупаешь потом не разобравшись куда-то едешь и все и втыкаешь что мы здесь имеем по поводу гидроразведчика у него есть приблуда в виде антенны которая ищет залежи и когда антенна крутится это значит под нами есть залежи можно копать принципе вот и все по поводу гидробура он просто будет ямы и более ничего можно бурить наискосок вниз и наискосок вверх что очень хорошо я так пытался сделать своим асфальтоукладчиком и у меня в принципе это получилось но теперь у меня будет гидробур с ним гораздо все проще гидробур куплен теперь покупаем гидро разведчик мои малышечки железненькие садимся а ну завелось оно завелось и я поехал я еще там и рулю ты посмотри какой козырный у нас теперь трактор одета в нем вообще шоферы щи прям да еще и на гусеницах такая тема вообще нигде не застрянет а как нам бур поднял он сверху написано переключить копание вот мы начинаем копать угол раскопки вниз вот мы можем опустить обратно поднять раскопки вверх угол раскопки прямо вон она что ну вот мы теперь можем управлять всем этим бурильным делом самое прикольно это здесь лобовое стекло на кой черт она тут нужна кабина чтоб тебя во время бурения не засыпала землей а без кабины и лобаж нас не спасет мне кажется едем значит сейчас на пляж отмечать нашу бурильную машину разбивать об нее бутылку шампанского и купаться на самом деле отмечать рано нужно опробовать эту технику а для этого потребуется нам 6600 монет я так полагаю мы сейчас монеточки попробуем как-то наверное все таки положить сюда и вместе поехать с ними ну-ка давай 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 поехать монеты не дают к сожалению их положить тут негде так что придется ввести их я даже не знаю как а на крыше можно ввести зашибись правда они могут упасть они чего там елозит как-то странно очень опасно слушаю теперь дед на вояку какого-то похож бург на ракетницу на базуку монетки куда-то туда упали ай-яй-яй-яй-яй-яй . это гоняет намного шустрее чем гидробур у нифигасе как меня занесло что это за дрифт такой боком как дал пытаемся разогнаться еще быстрее вроде бы едем но тачку эту заносит разную сторону возможно из-за денег сейчас я их вытащу и посмотрим как без денег ездит видимо деньги центр тяжести смещает и все тачка становится неуправляемой денежки сюда сейчас проходимся еще раз на нашем гидро разведчики ну вроде теперь нормально у нас ездит тачка антенна уже что-то показывает смотри-ка она крутится не понял о чем мы так медленно едем слушай мы стали очень медленно ехать потому что я убрал деньги с деньгами я еду намного шустрее как это странно очень типа за ваши бабки мы можем поехать быстрее а без бабок ездите как все но ладно будем иметь ввиду поедем туда куда указывает нам антенна она показывает вот смотри закружилась закружилась где-то тут что-то было вот вот здесь вот развернуть разведчик мы будем мы будем и что ну как бы он крутит и крутит а если я вылезу он будет крутить да крутит но по всей видимости мне нужно теперь вниз как-то прокопаться давай воспользуемся для этого нашим гидро буром поехали тебя есть работенка кстати он задом шустрее по моему едет чем передом опускаем вниз бур и теперь включаем его все поехало поехало поехал ну-ка мы едем вниз это не будет вот тут вот сейчас вот сейчас вот сейчас они будет запреки ничего не будет потому что мы не купить я же не купил землю чё я вообще с этого хотел тупица но тупица покупаем вот теперь все должно работать и копаться и добываться и буриться поехали давай а чё выключился то врубайся во 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 класс вот это мне нравится и потихонечку едем вперед вот это кайф слушай мы глубоко спускаемся мне кажется стой 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 это слишком глубоко давай теперь прямо 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 будем вперед едем вперед это мы уже вверх поднимаемся мне кажется где там наш бурта я моя мы должны были по идее сейчас уже упереться в наш бур я что-то его не вижу тут теперь такие тоннели можно рыть давай-ка задний ход мы по ходу промазали где же наш бур либо мы слишком глубоко опустились либо мы его проехали мимо а вот он бур вот он бур мы нашли его так вот здесь вот будем сейчас рыть вниз меняем направление вниз вот таким вот образом поехали чуть-чуть скосили а тут в принципе больше тайне тут граница нашей земли мы не можем копать левее мы докопались до самого дна и давай попробуем теперь выехать отсюда давай копать наверх вверх 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 нужен уже ножа поехали выбираемся отсюда как мне нравится этот гусеничный трактор ему пофиг вверх вниз в любом направлении едет но тяжеловато копаться потому что тут земля третьего ранга а нам все равно у нас гидробур мы можем все копать и тут уже сразу видно вот смотри земля какая была чешучатая дальше второго ранга земля идет просто как грязь и сейчас тут будет типа песок уже начинаться вот тут видно как текстуры земли меняется тут уже обычный песок такой грязевой идет и вот мы выезжаем куда-то на поверхность все выехали все что можно пробурили где мы выехали то выключаем наш бур так хочу наш тогда локатор показывал что там что-то есть внизу странно вылазим с нашего трактора и бежим в другой трактор сюда поднимаем бур и поехали чуть-чуть вперед он прямо показывает что надо сюда ехать вот здесь вот еще что-то есть слушай вот тут вот тут вот тут вот тут вот тут вот прям ну-ка давай здесь пробурим встаем напротив наш тачки и приступаем поехали прямо вниз можно не сильно глубоко конечно а можно и глубоко жалко нет камеры от первого лица было вообще эпично добрались до бура о по что это за сияние такое смотри как все тут сияет очень странно ну-ка 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 давай-ка назад тут что-то явно есть пониже может копнуться попробовать два еще глубже прям сюда или наоборот нам надо левее взять так начинаем 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 копаем копаем левее вот вот так вот вот хорошо копать скопать скопается но там слева ничего не оказалось короче по всей видимости нам просто нужно глубже что это за сияние вот что это такое что это такое магия какая-то я наткнулся видимо на какую-то древнюю магию короче я пошел в магазинах заодно сейчас бабки обратно унесу еду короче покупать шлем и кирку сколько денег у меня десять тысяч я думаю что мне хватит шлем за 430 вот и кирку третьего уровня возможно мне это как-то поможет но это не точно шлем сразу же надеваем шестеренки какие у меня а чё это обязательно да что у меня шестеренки должны торчать прямо у глаз на ходе ближе лежащие руды жил в общем этот шлем должен по идее дополнять нашу гидро разведывательную станцию мне вот кстати интересно наш дед вместе со шлемом сядет в трактор или а нет черт шлем снимается ну ладно давай попробуем покопать нашим у панна все такое нифига себе нифига себе тут что тут что-то есть где-то что-то есть по нашли такую же фигню только а как хочу добывать то ее как это видимо жила но чтобы ее добыть наверно бур нужен да я так полагаю по вот этим вот камушкам это жила железо давай спустимся поглубже вот вот она чешуя и проверим нашу кирку третьего ранга копает копает вообще без проблем она здесь копает таком случае мы едем к нам на участок в речку и посмотрим если у нас жилы там заодно я сюда меч привез стоечку нашу опробуем а то чё его все вожу с собой да с собой в другое дело надеваем шлем и шлем надевайся берем кирку и пошли проверять наш участок сработает у нас он тут где-то или нет наш шлемик то что по всей видимости тут жил нигде нету приехал на тяжелой технике и смотрим будет ли где-то у нас тут антенна крутится но похоже что нифига залеж тут нема значит и каска нас тоже не обманула ну ладно антенка тут вообще не хочет работать а подожди а если мы просто тут решим пробурить вот так вот мы бурим и нифига а если была бы жила то из трубы выходил бы синий такой пар как мы видели ранее мне кстати знаешь что интересно а можно ли туда буровую установку скинуть при помощи а ну буровая установка сюда тупо не заедет я думал по конвейеру ее спустить но навряд ли вот я сейчас вылазью тачка нет тачка нифига не хочет уходить по конвейеру вниз ладно тогда по стариночке приехали в мой драгоценный гномский хором бегу сразу чтобы проверить ничего ли у меня тут не сломалось все работает теперь берем значит каску одеваем ее кирку третьего уровня и пошли а тут даже не пахнет вообще живыми никакими ну по крайней мере мы можем попробовать кирку значит вот кирка вот эта вот второго ранга не копает третьего ранга пожалуйста все копает здесь шикарно но жил тут как бы нету вообще то грустно пойдем у другой стенки попробуем потереться может джин вылезет а нет нифига тут тоже ничего не крутится не вертится вот так то в общем пора отпраздновать покупку новой техники она оказалась крутой и поэтому я предлагаю купить пять ядерных бомб одна у меня уже имеется и подорвать их меня в комментариях об этом уже давно просили вот повод и появился ну и взрывать мы это все будем конечно же на нашем на нашем новоиспеченном пляже здесь места много видно будет хорошо вон на ту сопку я наверно взберусь чтобы прям вид у меня и открылся шикарнейший приступаем высаживать наши ядерные бомбы если я буду смотреть оттуда здесь секунда мне вообще в принципе хватит туда добежать а неважно взбираемся сюда на сопку и в принципе вид открывается шикарнейший я думаю это идеальное место для того чтобы узорить пять ядерных взрывов наконец-то я достроил цепочку из пяти ядерных бомб получилось что я практически всю длину своего поля засадил ядерными бомбами вот такая вот длиннющая цепочечка вон там у нас рубильничек и сейчас дед нажмет на счет три обратный отсчет десять секунд задержки я куда-нибудь туда на сопочку взбираюсь вообще наверное камеру врублю что ж нажимаю раз два три четыре пять шесть семь восемь девять десять бабах рядом тачка стоит ёлы-палы красотища какая а сколько грибков обалдеть там тачку правда мы немножко подбомбила ну ничего страшного вот это подрыв о таком я мечтал у меня в голове так и представлялось все это своего рода это привет вулкану мы передали клубни дыма ушли и вот такие вот лунки для гольфа остались а посмотреть что там с тачкой колесо чет подкосилась немножечко ну в целом нормально все ух как металлолома тоже теперь валяется там теперь поехали в гнобскую шахту надо попробовать сделать бур 3 уровня самый мощный бур попробовать его притащить сюда и добыть что-нибудь из жил бур 3 уровня это очень дорогое удовольствие я тебе хочу сказать потому что тут нужно 800 корстоуна это обалдеть как а еще и 500 клотиума таких денег у меня пока что еще нету но хотя бы шаблон я могу себе позволить покупаем шаблон значит бура и дробилки вот настало время кого-нибудь покормить у меня тут два запроса висит на на 21 жетон и на 336 вот наверно вот этот мы и сделаем нарезать морковку 10 килограмм и лук 5 килограмм смотрите всего этого шикарничий суп нет проблем берем тесак и начинаем рубить морковку 10 килограмм значит нам надо да я там уже несколько нарезал сейчас проверим хватит ли нам этого добра или нет о 11 получилось переборшил немножко ну ничего страшного лучше переборщить чем не доборщить кинули туда теперь нам нужно нарезать лук репчатый лук где у нас тут лучок вот пять штучек нам нужно ну не штучек а 5 килограммов я например на режу сейчас три а там на весах нам покажет пять килограмм есть или нету пять килограмм ах чуть-чуть не хватило 0 5 граммов давай вот этот парижем парижем и все супец у нас готов я думаю даже пять шестьдесят дать всем супец у нас готов сейчас мы его вылим в миску и отвезем курьерской доставкой жалко мне за курьерскую доставку никто ничего не доплачивает зальем водичкой так мне больше не надо мне больше не надо вот этот супец все повезли мопед только мне надо заправить свой как хорошо что заправка у меня бесплатная прям под рукой раз два три четыре литра залил думаю хватит надолго все поехали так а кому мы везем надо посмотреть стоять стоять кого мы везем замок бастион о в замок мы везем кто тут у нас покушать хотел королевская свита похож на кузнеца если честно вот тебе надо было держи гони бабосики благодарю миску потом заберете приехал короче на рынок надо покупать разных цветов посадить и посмотреть во что это все вырастит приехали берем наш лопаточку и где 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 я буду высаживать свои цветочки где же будут у меня цветочки ёлки вот это да я даже не подумал об этом ну давай здесь вот здесь деревья будут проходить такой из деревьев вот сюда вот их же можно посадить деревья у у да может посадить гуд дерево одно туда где ещё одно дерево у меня было должно быть ещё дерево где вот и вот это дерево О, какое оно высокое будет. Дальше кустик у меня есть. У меня есть кустик, 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 кустик. Давай кустик сюда посадим. Вот такой вот у нас кустик маленький. Странненький. Дальше цветочечки. Цветочечки. Они будут расти под деревьями. Желательно где-то тут. Вот. Этот сюда. Красивый кустарник какой-то. Это сюда. Цветы больше, чем деревья, елки-палки. И кактус, кактус. Куда кактус посадим? Давай здесь где-то. Где-то здесь. Будет у нас кактус. Госен колючий будет. И вот этот цветочек сюда воткнем. Вроде бы как. О, классный, красивый ромашечку напоминает мне. По-моему, это ромашка и была. Полить нужно теперь это все. Где моя поливалка? Поливать придется часто. Заправляем. и заливаем. Как? У меня тут уже вон этот растет кактус вовсю. Так, по-моему, даже поливать не надо. Слушай. Оно уже сырое как будто было. Ну и хорошо. Ну и на этом получается все. Если тебе понравилось, ты хочешь увидеть продолжение. В следующей серии мы будем строить больше буров, так как Корстоун нужен для Т-3 бура. и параллельно один бур мы поставим на жилу, чтобы увидеть, насколько она круче, чем обычная земля. Но это мы уже узнаем в следующей серии, поэтому на сегодня все. Спасибо, что посмотрел. Не забудьте поставить лайк и подписаться, чтобы не пропустить следующего ролика, на котором мы с тобой и увидимся. Так что, до встречи! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok